Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу предложить вам миниатюру, которая называется «Анекдотная история». Эта история реально произошла со мной, она строится на базе классических анекдотов. А с другой стороны, почему нет? В своё время кто-то из братьев Вайнеров сказал хорошую фразу. «Анекдот, если он классный, даже если он бородатый, он со временем становится ещё лучше, как хорошо выдержанный коньяк». Лиса идёт по лесу, настроение такое «шабары-бам, дури-були-бам, зарим-дзум-дзум-дзум-дзум» в кустах. «Ку-ка-ре-ку!» Она «Ух ты! Обед зовёт! Сам зовёт!» Она в кусты, там в кустах шорох, возня, суета. Волк выходит довольный, застёгивается. «Как хорошо знать иностранные языки!» Меня пригласили мои хорошие товарищи на рыбалку. А я не рыбак, толком никогда на рыбалке не был. Я с удовольствием согласился, но когда узнал, что из всех рыбацких принадлежностей, они взяли только три ящика водки, я как-то поднапрягся. Они говорят, «Да ладно, Ген, да поехали!» «Река, ушица, байки у костра!» «Какая ушица? Вы даже удочек не взяли!» «Удочек не взяли, а рыбку-то мы взяли!» «А за байки ты отвечаешь, и Саня вертолёт!» Я говорю, «Это ещё кто?» «Бывший директор «Карусели!» «Столько знает истории!» «Вы знаете, я поехал, вот честно, и не пожалел, потому что, во-первых, познакомился с этим Саней. Это персонаж был очень знатный, но как вам так обрисовать, как он выглядел?» «Ну вот представьте, если вот взять креветку, бросить в кипяток, достать и тут же посолить, знаешь, ещё поперчить сверху, и зубов нет, ни верхних, ни нижних, ну, видимо, где-то были на работе столкновения с каруселью, вот. Очень много знал историй он, баек, и, значит, когда мы познакомились, кстати, ему было под полтинничек, и после полтинничка он сразу же сказал, «Геннадий, хоть ты из телека, я тебе всё равно сегодня передам анекдотю!» «Я говорю, ну тогда ты и начинай». «Понял, рыбалка, да? Тема рыбная». «У водопада в стоячей воде встретились две рыбы, большая рыба, хищная такая, знаешь, с метровыми плавниками, такая агрессивная, и маленькая рыбка, маленькая, но активная. И большая рыба, глядя на маленькую, большие рыбы пожирают маленьких». «Маленькая взгляда не отвела, говорит, да, но где мы их найдём?» Я ответил ему историей, зацепившись за слово «маленькая». Маленькая девочка сидит в песочнице, роет песок, никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизни. Роет, зовут Таня, 35 лет, всё. Он говорит, «Я тебе отвечу». Мужик прибегает после работы домой, жене говорит, «Люда, вскрывай наш бар, возьми денег, купи побольше продуктов, я приглашаю сегодня на банкет весь наш пятиэтажный дом». Она говорит, «Коля, повысили на работе, что ли? Скажи мне, я тоже порадуюсь». Он говорит, «Люда, меня уволили с работы, сейчас, сейчас, сейчас». «А ты что, идиот? Остальных-то посадили». Я говорю, «Ну, во-первых, история грустная, во-вторых, старая, а я тебе предлагаю короткую и динамичную». Муж прибегает домой после работы, жене говорит, «Таня, Тань, а я тебе изменил». Она говорит, «Витя, а я тебе тоже». Он говорит, «Первое апреля, 3 июля». Он говорит, «6 июля день поцелуя». Я говорю, «Ты откуда знаешь?» Потому что я один в этот день не участвую, зубов нет. Я так засасываю, напрочь, никто не соглашается. Я говорю, «Анекдот давай». Мужик вышел покурить, значит, окно первого этажа открыто. Он курит и слышит там голоса такие. Один голос, «А где наши губки?» «А где наши глазки?» «А щечки?» «А пупик?» Второй голос, «Я не понял, у нас секс или инвентаризация?» Я говорю, «8 июля день семьи, любви и верности». Муж решил проверить жену на верность, возвращается на два дня. Раньше из командировки своим ключом открывает дверь, врывается в квартиру. На балкон никого, под диван никого, на кухню никого, шкаф никого. Он так озадаченно смотрит на супругу. Она смотрит в ответ такие хидно. «Ну что, — говорит Витя, — придется самому». Он говорит, «Я тебе отвечу, женщина живет одна, все приходится делать самой. Ну, одна-то одна, но у восьмера детей, и все пацаны. И каждого зовут Борис». Я говорю, «С чего вдруг?» «Ну, тут с чего?» «Сам посуди, Борис. Красивое имя». Я говорю, «А как она их различает?» «Элементарно, по отчеству». Я говорю, «Ладно, я зацеплюсь за слово Борис». Борис Борисов, дедушка, где-то лет под 80, приходит к врачу. Говорит, «Сынок, пришел ТО сделать, техосмотр». Он говорит, «Что-то болит?» «Да нет, жена послала, ей 25 лет. Я любой каприз выполняю». «Сходи, проверь, все, я пришел». «Ничего себе разница, ей 25, а вам 80». Он говорит, «Ты не удивляйся, мы, между прочим, с ней маленького ждем». «Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го». «Отец, посидите, отдохните, я вам пока историю расскажу». У меня друг, он охотник, он не пропустил ни одного сезона. Они с ребятами поехали охотиться на кабанов. Ну, как водится на охоте. Выпили в палатке, байки травят, охотятся завтра, думают про трезвемь. И тут один мужик забегает, тоже охотник, в палатку говорит, «Ребята, кабаны узнали, что мы здесь первыми атакуют». Вот просто кабаний клин идет на палатку. Они говорят, спокойнее. Все ребята опытные, ружья хватает, выскакивает из палатки. А мой друг, говорит, выпил больше всех. Вот, он зонтик схватил и с зонтиком выбегает. И на него, вот по иронии судьбы, прет хряк, самый главный, землю роет. Дед говорит, «И что, что, что?» «Ничего». Он же опытный охотник. Он скинул зонтик, прицелился и нажал кнопку. Дед говорит, «И что?» «Ничего». «Кабан замертво?» Дед говорит, «Да, ну не может этого быть». Врач говорит, «Так вот и я о том же, дедушка». Вы знаете, после этой истории Саня, как-то уже выполнив свою норму, плавно пытался уйти в нирвану, но перед этим сказал, «Ген, может, в нашем соревновании победила дружба?» Я говорю, «Ну, пусть будет так». Он говорит, «Дай я тебе поцелую». Я говорю, «Не надо, не сегодня». Саня упал на траву и заснул, а мы, значит, с ребятами еще долго сидели у костра, настроение, значит, было классное, отравили байки. И знаете, я так для себя понял, что рыбалка получилась роскошной. И вспомнил классическую фразу Антуан де Сент-Экзюпери. «Самая большая роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения». И вы знаете, мы сегодня вот общаемся с вами вот так напрямую, безо всяких гаджетов, и это здорово. Давайте общаться, люди!